Медиагруппа «Авангард» представляет Напомню, что проект был запущен в 2018 году совместно с Банком России и с Министерством цифрового развития. На сегодня уже свыше 200 банков подключены к инфраструктуре, свыше 13 тысяч отделений предоставляют услуги. На территории всей нашей страны в каждом федеральном округе можно найти банки, где можно зарегистрироваться и в дальнейшем с использованием мобильных средств воспользоваться удаленной идентификацией с целью получения финансовых продуктов. Рассматривая систему, мы как оператор, безусловно, обязаны рассматривать ее в комплексе с точки зрения тех атак, которые возникают на эту систему. Для себя мы атаки поделили примерно пополам. Первая часть атак вам хорошо известна, мы ее неоднократно обсуждали. Это атака на инфраструктуру системы, это атаки по типу «Man in the Middle», по типу атак на подмену в каналах связи, по типу атак на нарушение целостности и так далее. Все эти атаки мы детально рассматривали раньше, а сегодня, конечно же, хотелось остановиться на том, что до этого мы на наших сессиях не обсуждали, это атаки на биометрию. По факту атаки на сенсор в части подмены нашей с вами личности злоумышленниками. Хочется сказать, что в прошлом году нашими коллегами была проделана достаточно большая работа в области стандартизации подходов к этому вопросу. В 2019 году вышли несколько стандартов по этому направлению, которые учитывают существующие методы атак, их классификацию и так далее. Для нас, конечно, как для практиков, которые работают непосредственно с системой в полях, очень важно, каким образом и какими способами злоумышленники стараются преодолеть те барьеры защиты, которые созданы в рамках нашей системы. Стоит сказать, что эти атаки развиваются и происходят на систему ежедневно, и мы вынуждены в режиме реального времени анализировать способ развития атак и методы их предотвращения. Поэтому мы, конечно, видим себе как оператор системы кооперацию в данном вопросе с рынком, с теми людьми, которые занимаются стандартами, потому что лаг во времени между выходом стандарта и развитием фактической атаки, он, конечно, несоизмерим, атаки происходят ежедневно, и мы видим необходимость создания такого центра компетенции, в который войдут как регуляторы в этой отрасли, так и профессиональные участники рынка. Для себя мы поделили атаки примерно пополам. Это атаки, которые возникают со стороны человека, и атаки, которые возникают на систему с использованием инструментов искусственного интеллекта. Атаки со стороны человека, они достаточно просты, и каждый из вас сам, когда сталкивался с биометрией, неоднократно спрашивал, а что будет, если поставить вместо меня фотографию, если другой человек будет с использованием записи моего лица или голоса пытаться пройти систему. Все эти атаки, они возникают перманентно, и мы сегодня постараемся развеять миф о том, что с использованием таких атак можно взломать систему. Гораздо более сложный для нас сценарий, это сценарий использования искусственного интеллекта, тех самых нейронных сетей разных классов, которые действительно очень здорово научились подстраиваться под нашу с вами биометрию. Атаки со стороны человека. Самые простые и достаточно распространенные атаки у тех, кто хочет пощупать систему, это атаки в виде фотографии, аудио или видеозаписи. Такие атаки достаточно легко отбиваются такими инструментами, как мультимодальная идентификация с использованием различных факторов биометрии лица и голоса одновременно, детектирование движения губ, различные парольные фразы, которые предлагает система произнести человеку, анализ рассинхронизации видеозвука и так далее. То есть они достаточно тривиальны и отбиваются очень простыми инструментами. Те вещи, которые мы, тем не менее, продолжаем тестировать и видим в них перспективу и будущее, это различные лайфнес-инструменты типа положения головы, улыбки, моргания и так далее. Это 3D-инфракрасные датчики, потому что мы выходим на розничные сегменты, и там, конечно, очень важно использовать не двухфакторную бимодальную идентификацию, а однофакторную, например, по биометрии лица. И здесь вступают уже аппаратные средства защиты, биометрии, выступают на первый план, и мы смотрим за их развитием внимательно. Ну и другие принципы, о которых я расскажу чуть-чуть позже, чтобы на этом слайде не задерживаться. Вторая распространенная атака, о которой нас часто спрашивают со стороны человека, это атака в виде маски. Вы видите достаточно хорошо спроектированную маску лица с использованием 3D-принтера. Мы делали эту маску самостоятельно, смотрели, как она работает при взаимодействии с биометрическими технологиями. Как выглядит маска, вы видите на верхнем слайде. Как видит эту маску система, вы видите на нижнем слайде. Важно сказать, что мы сейчас достаточно внимательно смотрим за развитием 3D-принтинга, и включаемся в анализ уже не столько самой биометрии, сколько работая с анализом текстуры этой маски, потому что когда она печатается, мы понимаем, что светоотражение этой маски идет с нарушением. Мы смотрим в сторону анализа кровотока, опять же, если говорить про аппаратные средства распознавания за счет инфракрасных датчиков и так далее. И, конечно же, это микромимика. Микромимика для нас очень важна, потому что в последнее время все чаще у нас спрашивают, а что делать, если с системой человек работает под принуждением или человек находится в состоянии аффекта. Очень интересный сценарий, который мы недавно с нашими коллегами из Китая рассмотрели в качестве одного из способов взлома биометрической системы, это проектор ЛИЦ. В Китае был спроектирован такой проектор ЛИЦ. Как он выглядит, вы видите, это специальное устройство, которое надевается на голову и делает проекцию любого лица человека, непосредственно на лицо того, кто хочет воспользоваться системой. Проекция лица выглядит достаточно эффектно. Сверху вы видите девушку, внизу вы видите мужчину. Работа этой маски позволяет использовать ваш реальный голос, а лицо и мимику другого человека. Здесь, конечно, на первый план для нас выходит инструмент под названием детектирование краев и светоотражения, потому что, если присмотреться к этой маске, то разница между реальным лицом и проекцией живого человека, она очень чувствительна для приборов, которые анализируют эту биометрию лица. И, конечно, условия освещения в данном случае выходят на первый план, поэтому мы уже не только и не столько анализируем саму биометрию, сколько факторы окружающей среды. И это следующий вызов для нас, как для оператора системы биометрических данных. Перейдем к искусственному интеллекту и атакам, связанным с использованием нейронных сетей. Я напомню, что у нас в системе сейчас используются два фактора, это лицо и голос. Сейчас хотелось бы в двух словах остановиться на голосе и потом вернуться обратно к атакам с использованием нейронных сетей уже на биометрию лица. Часто мы слышим, что будет, если записать наш голос, если его синтезировать, если каким-то образом преобразовать нашу речь. На слайде вы можете увидеть, как выглядят спектры живой речи, преобразованной речи и синтезированной речи. Понятно, что для неподготовленного человека эти графики мало о чем скажут, но по факту мы видим амплитудный спектр нашего голосового сигнала, разложенный на живую речь, преобразованную и синтезированную. Здесь использовано преобразование фурье, которое позволяет нам увидеть амплитуды в привязке к времени. Взят 5-секундный интервал, и мы видим, как меняется, эволюционирует амплитудный спектр, фазовый спектр, самая важная эволюция тона человеческого голоса, который никогда не бывает одинаковой. Вот то, как видит наш с вами голос машина, хотя мы с вами можем и воспринять голос чужого человека за голос знакомого, машина в данном случае не ошибется. И вот эти нейронные сверточные сети, которые обучаются на огромном массиве информации записанного голоса, интерпретируют подделку в виде синтеза или преобразованной речи, сейчас достаточно успешно. Мы используем технологии наших отечественных производителей, они ежегодно проходят спуфинг-тестирование не только за рубежом, но и в нашей биометрической системе. Пока мы видим достаточно положительную динамику, хотя нельзя сказать, что технологии, которые могут синтезировать вашу речь так, чтобы машина могла ошибиться, мы в ближайшее время не встретим. Вернемся к искусственному интеллекту и атаке искусственного интеллекта на непосредственно фотографию, фотоизображение человека. Здесь вы видите изображение, скорее всего, известных вам людей. Думаю, что Андрей Олегович отвлечется сейчас от своего планшета и обратит внимание на экран. Здесь представлен классический сценарий морфинга. Это способ обработки изображения человека путем смешивания двух лиц с целью получения признаков необходимого субъекта, который в дальнейшем будет проходить идентификацию. Мы видим, что мы взяли двух людей, Артема Михайловича и Андрея Олеговича, и провели над ними достаточно простую процедуру морфинга, в результате которого получили нового человека, который в себе сочетает признаки обоих индивидов. Понятно, что это достаточно простой принцип подделки фотоизображения человека, но тем не менее с использованием такого способа преобразования мы ежедневно видим от людей, которые тренируются в нейронных сетях, различные виды атак. Конечно, для того, чтобы противодействовать таким атакам, мы используем аналогичные нейронные сети, которые распознают признаки и детектируют способы преобразования изображения через инструменты аномального поведения фотоизображения, через инструменты реального субъекта, который был записан в качестве талонного шаблона, в качестве изменения положения головы и так далее. Все эти принципы достаточно известны и используются ежедневно для обучения нейронных сетей. Что для нас сейчас является самым большим вызовом, и, конечно же, приходится ежедневно с этим работать, это дипфейки, это атаки на биометрию с использованием глубокого обучения нейронных сетей, которые в действительности могут изменить внешность человека. Сейчас на видео вы видите реального человека, который в ходе выступления меняет изображение своего лица на известных актеров. Согласитесь, что выглядит достаточно красиво и совсем не похоже на морфинг, который мы видели с вами до этого. И, конечно, атака таких нейронных сетей на биометрические сенсоры по типу предъявлений сейчас является для нас самым основным вызовом. И фактически идет гонка вооружений двух нейронных сетей. С одной стороны, сети злоумышленника, с другой стороны, сети, которая старается предотвратить эту атаку. Возвращаясь к тематике мобильного устройства, нам очень важно дать рынку новый импульс не только возможности воспользоваться биометрическими технологиями, но и возможности предотвратить те самые атаки, которые мы с вами видели, не только на биометрический сенсор. Я напомню, что на первом слайде у нас с вами еще были атаки на инфраструктуру. Мы хотим скомбинировать защиту атак на инфраструктуру и на биометрию. И надеемся, что уже в этом году сможем выйти совместно с нашими партнерами на рынок с крипто-СДК. Что это такое? Напомню, что использование биометрии в устройствах, работающих на недружественных нам операционных системах, очень высока вероятность атак, связанных с нарушением конфиденциальности и целостности информации, которая содержится в пакете информации, которая передается, а также на сенсор биометрический, считывающий биометрические данные. Напомню, что уже сегодня биометрия, которая доступна банкам и гражданам для использования, снимается с использованием защищенного мобильного приложения, которое разработано компанией Росцелеком как оператором системы. И происходит такой сложный редирект между мобильным приложением банка и мобильным приложением Росцелекома. Для нас объективно это не очень удобный сценарий, и мы хотели бы дать возможность участникам рынка встраивать тот самый SDK внутрь своего собственного мобильного приложения, не делая этот редирект. Потому что лишний редирект – это лишняя, с одной стороны, угроза, с другой стороны, неудобство. Однако такой SDK требует от нас соответствия определенным требованиям по безопасности, и эти требования достаточно высоки, что, в свою очередь, порождает ряд действий со стороны самой организации, которая хочет таким SDK воспользоваться. Речь идет, безусловно, о тематике, и о защите каналов связи, и о других вещах, которые необходимо проделать организации при использовании такого криптографического SDK. Напомню, что уже в этом году, точнее в прошлом, сейчас начало года, нам удалось совместно с коллегами из специальных органов разработать типовые решения по безопасности, которые при их использовании требуют дополнительной тематики, корректности встраивания со стороны организации, со стороны пользователями требуются проверки корректности встраивания криптографии, сравнения ключей и так далее. Мы хотим сделать следующий шаг и перевести этот продукт в digital, когда это можно будет встроить в формате, там, фактически, такого коробочного продукта в свое мобильное приложение. В этом мобильном приложении, в этом криптографическом SDK уже будет содержаться встроенная криптография, она будет сама распаковываться, будет происходить автоматическая проверка корректности встраивания и так далее. Это очень важный шаг. Сразу отмечу, что таких решений сейчас на рынке готовых нет. Есть все необходимые атрибуты для их создания, но готового решения нет. И, конечно, мы видим большую перспективу здесь не только с точки зрения конечной безопасности пользователя устройства и организации, но и, прежде всего, в области распространения отечественных средств защиты не только в государственных сегментах, но и в коммерческих, ежедневных, повседневных. Фактически, речь идет о таком прообразе гражданской доступной криптографии. У меня, наверное, все. Досели, чтобы не задерживать. Спасибо большое за доклад. Вот пришел вопрос вам. Решел ли на вопрос биометрической идентификации близнецов? Да, спасибо за вопрос. Действительно, биометрическая идентификация близнецов является одним из самых сложных моментов при работе биометрической системы. Это связано с тем, что точность распознавания биометрических данных близнецов чувствительна в особенности к фотоизображению этих близнецов. Мы эту проблему решаем достаточно просто. Мы добавляем к фотоизображению близнецов еще запись их голоса и особенности поведения микромимики близнецов, что дает нам достаточно высокую вероятность детекции близнецов при прохождении удаленной биометрической идентификации. Если же речь идет, например, про идентификацию близнецов в реальном мире с использованием фотоизображений и только без добавления дополнительных признаков, то действительно сейчас технологии дают достаточно большую погрешность и система может спутать двух близнецов, особенно если речь идет про идентификацию в потоке, не про верификацию, когда вы сравниваете один образец с одним образцом, а именно про идентификацию, свободный поток, движение и так далее. Здесь мы смотрим с коллегами в сторону направления уже 3D-модели лица и вот в рамках этих технологий надеемся, что эта проблема именно в живом потоке будет решена. Поэтому мы для себя ее поделили пополам. Дистанционный канал верификации использования двух признаков достаточно точно идентифицирует двух близнецов. Идентификация в потоке пока дает достаточно высокую погрешность. Надеемся на 3D-модель. Спасибо. Еще два вопроса. Один совсем короткий, один посложнее. Вопрос. Сколько сейчас уникальных записей, учетных записей в единой биометрической системе? Вы знаете, по итогам 2019 года мы совместно с и Банком России, и с участниками рынка проделали достаточно большую работу, потому что на старте сам процесс был очень тяжелым для сдачи. Были и требования специфические, и безопасность. Поэтому регистрация шла не очень быстрыми темпами. Сегодня, когда появились сервисы, сегодня, когда процесс в банках постепенно налаживается, в среднем в месяц в системе регистрируется от 25 до 30 тысяч человек, и количество учетных записей в системе уже далеко превысило, чем 100 тысяч записей. Поэтому мы в этом плане смотрим оптимистично в будущем. То есть краткий ответ больше 100 тысяч. Прекрасно. Ну и последний вопрос следующий. Скажите, пожалуйста, Иван, а вот зачем тратить такие колоссальные усилия с помощью нейронных сетей, с помощью вложений, труда и так далее? Ведь дело в том, что лицо и голос очень легко получить. Но вашу фотографию, как и всех присутствующих здесь, я смело говорю всех, можно найти фотографии и не по одной, а то и по десятку, а то и по два в интернете. А ваш голос, вам достаточно позвонить на мобильный телефон, и не надо ничего синтезировать. За 15-17 секундный разговор можно почти все фразы потом легко построить. Вот такой вот вопрос. То есть ваше лицо – это не секрет, и ваш голос – это не секрет. Зачем вкладывать огромные деньги и усилия для того, чтобы глубоко изучать синтезирование, сколько вы выявили атак такого рода, чтобы вот такие усилия прикладывать? Ну, мне кажется, что здесь немножко этот вопрос нужно развернуть в другую сторону, потому что для нас, например, как для участников цифрового рынка и участников цифровой трансформации, не только государственного управления, но и коммерческого сегмента, важно прежде всего сделать доступным услуги для населения. Сегодня, например, напомню, что цифровая воронка продаж товаров и услуг в стране достаточно серьезно ограничена по отраслям. Где-то в силу законодательства, где-то в силу отсутствия достаточно точных методов идентификации и аутентификации, как было рассказано в предыдущем докладе. Например, если брать государственный сегмент, то часть операций не переведены в электронный вид, есть определенные сложности с чувствительностью информации или чувствительностью сделок. В коммерческом сегменте до сих пор присутствует необходимость личной встречи и подписания договора. То есть все эти проблемы, они существуют на рынке. При этом, когда создавалась система, она не рассматривалась как система стенд-элон в отрыве от другой инфраструктуры. Я напомню, что биометрическая идентификация идет вкупе с идентификацией с использованием ЕСИА. ЕСИА идет вкупе с наличием данных из государственных регистров, которые в дальнейшем получили название «Цифровой профиль». Подписание, юридически значимое взаимодействие идет вкупе с квалифицированной электронной подписью и новыми изменениями в закон. Поэтому нельзя рассматривать биометрию как вырожденную стенд-элон систему. Это дополнительный фактор безопасности к существующим механизмам идентификации, аутентификации и использования отечественной криптографии с целью генерации ключей электронной подписи. Если вы посмотрите на стратегию развития цифровой экономики, то все эти проекты достаточно аккуратно уложены в последовательность, и мы идем степ-бай-степ в этом направлении. Возвращаясь к вопросу о моей фотографии или записи голоса, то, конечно, я в докладе постарался показать, что те инструменты, которыми может воспользоваться злоумышленник, банальные фотографии или запись голоса на электронный носитель, они, конечно, не являются угрозой и по большому факту не всегда требуют даже использования нейронных сетей для того, чтобы детектировать эту атаку. Поэтому здесь нет каких-то глобальных и масштабных инвестиций в области идентификации атак. Есть работа достаточно узкого круга серьезных специалистов и энтузиастов в этой области, которые, к счастью, по нашему мнению, на мировой арене имеют достаточно высокое значение. Спасибо. Спасибо. Ну, вы так обстоятельно на каждый вопрос отвечаете, но к вам вот еще сыпятся вопросы. Например, рассмотрели ли атаки... А, вы рассмотрели атаки стороны источника биометрии. А как обстоят дела с самим сигналом? Атаки на сигнал? Вот такой вопрос. Если можно, только в течение не больше минуты ответить на этот вопрос. Для того, чтобы защитить канал, у нас есть два сегмента для защиты. Первый сегмент – это регистрация. Там используются классические средства защиты канала. У нас установлен класс КС-3, два випнета по бокам, которые создают безопасный канал. Канал выделенный без открытого выхода в сеть интернет. С точки зрения шифрования самой информации внутри канала, здесь используется электронная подпись по классу КБ. Достаточно высокий класс. Восход выпускает такие сертификаты всем участникам рынка. С точки зрения уже использования самой биометрии в дистанционном канале, то еще раз, это мобильное приложение с использованием встроенной криптографии. Там используется класс криптографии по КС-1. Сейчас, буквально в начале этого года, мы совместно с коллегами из САПРа выпустим планшет, который будет обеспечен классом защиты КС-3, будет работать на операционных системах Linux и Windows. На Android, возможно, нам удастся сделать КС-2. На iOS, вы сами понимаете, из операционной системы только КС-1. Спасибо большое. Ну и последний вопрос, если можно, так кто в итоге будет отвечать, если вот только по биометрии идентифицировали, значит, гражданина, клиента банка, он снял деньги с чужого счета все, и кто будет отвечать за это? У нас каскадная ответственность, смотрите… То есть коллективная безответственность или кто-то будет отвечать все-таки? Нет, каскадная и коллективная, это чуть-чуть разные термины, то есть идет регрессионное расследование того, почему такая ситуация возникла. В случае, если была подмена на этапе регистрации, то есть зарегистрировали не того человека под поддельным документом и так далее, это зона ответственности кредитной организации, которая проводила первичную очную идентификацию. В случае, если была ошибка на стороне единой биометрической системы при анализе и сопоставлении личности человека, это, соответственно, ответственность оператора системы. Если были какие-то мошеннические действия на стороне клиентского приложения, владельцы клиентского приложения, такие методы мы сейчас из группы IB и с Касперским разбираем в части атак и проведения оперативно-развитых мероприятий, это зона ответственности непосредственно организации, которая предоставляет услугу. То есть каскадное не значит коллективное, каскадное – это значит регрессионное расследование в обратном порядке от момента возникновения угрозы вплоть до детального анализа. Не, ну угрозы, атака – это разные вещи. Спасибо вам большое. Спасибо.